Таджикистан Напомним, что компания «Фарос», владельцем которой является один из зятей президента страны Шамсулло Сахибов, была создана в 2008 году и занималась ввозом и реализацией ГСМ. Но со временем компания расширила свою сферу деятельности, став монополистом в нескольких бизнес-направлениях. В сферу ее интересов входил сбор лекарственной ферулы, поставка автомобильных газонумеров, проведение техосмотра автомобилей, учебные центры по автовождению, производство змеиного яда, туристические объекты СПА, горнолыжный курорт, строительство, владение месторождениями, металлургия, банковская деятельность, медицинская диагностика и другое. Также 9 сентября журналистам стало известно, что «Фарос» собирается построить в Сагдийской области три международных автомобильных терминала, и что для этого компании были выделены земельные участки. Руководитель редакции OCCRP, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Илья Лазовский, в интервью «Радио Азади» заявил, что решение компании «Фарос» о самой ликвидации связано с испорченной репутацией. Они, видимо, решили, что имя компании «Фарос» ассоциируется с той большой историей. Сейчас, если кто-то прогуглит имя «Фарос», они сразу наткнутся на расследование, где объясняется, насколько компания получала выгоду от коррупционных схем. И, может быть, они теперь будут скрывать свой бизнес за другим именем. Возможно, что они не сворачивают свой бизнес, а просто перейдут активы какой-нибудь другой компании. Стали достоянием широкой общественности через субъектов информационного пространства. Может быть, с тем, чтобы каким-то образом изменить общественные мнения, решили ликвидировать.